Русские гонки К середине заезда даже автомобиль безопасности не остудил их пыл Была борьба, были сходы, были столкновения Закончилось все для большинства, к счастью, финишем Наградили мы совсем недавно призеров И сразу же переходим к не менее интересному классу И не менее интересному заезду Это класс Touring Light Остается только удивляться самоотдаче Дмитрия Брагина Который с подиума сразу же отправился в бокс И поменял один комбинезон на другой Один автомобиль на другой И в настоящий момент уже снова выехал на гоночную трассу Чтобы принять участие в заезде класса Touring Light Но здесь у него такой легкой жизни, как в классе Touring Судя по всему, не предвидится Абсолютно правильно, Кирилл И первый, кто эту легкую жизнь обязательно постарается испортить Это Андрей Масленников Победитель утренней квалификации Блестяще на полсекунды опередив пилота, показавшего второе время А это не кто-нибудь, а самый опытный, один из самых взрослых участников нашего национального кольцового чемпионата Орловский пилот Владимир Черевань, стартовый номер 17 Но сейчас мы отдаем микрофон нашим очаровательным партнершам Которые уже на гриде, уже на стартовой решетке И самые горячие новости с грида Спасибо, Марк Мы продолжаем Буквально несколько минут закончилась интереснейшая гонка в классах Touring и Super Production Буквально через несколько минут стартует следующая гонка Touring Light Я надеюсь, что здесь будет не менее жарко и также будет разворачиваться интрига Если посмотреть на итоги даты квалификации, то знаешь, интересная раскладка Один из, в принципе, фаворитов этого класса, Ильдар Рахматуллин, вместе со своим сокомандником из команды Suvar Motorsport Заняли лишь последнюю строчку В чем дело? Я думаю, мы с тобой узнаем об этом Дальше вопрос у нас вызывает Дмитрий Браги Неужели он все свои силы потратил на класс Touring и отвалифицировался лишь восьмым? Ну и, конечно, радует Григорий Бурлуцкий, дебютант российской серии кольцевых автогонок в этом сезоне Он всего лишь одну тысячную проиграл нашему опытнейшему Владимиру Череваню И стартует с третьей позиции Я с тобой согласна Меня особенно радует Андрей Масленников, который находится на первой позиции Мы знаем, что первый этап у него не складывался хорошо Потому что у него была смена автомобиля И сейчас, буквально через минуту, я пообщаюсь с ним И узнаю, насколько решил он проблему И какой настрой Спасибо большое, Оля Спасибо, Сабина Наши очаровательные девушки, как всегда, найдут дорогу к самому жесткому Самому холодному мужскому сердцу Что они, в общем, и сделают И сейчас мы как раз видим на экранах победителя квалификации Автомобильки Рио Андрея Масленникова У пилота команды Подмосковья Моторспорт, у которого первый этап в Смоленске, совсем не задался Более чем не задался Сейчас Андрей Масленников в общем зачете класса Туринглайт занимает последнюю 12-ю позицию У него всего 72 очка Это почти в три раза меньше, чем у лидирующего Дмитрия Брагина Да и рядом с ним, кстати, Григорий Бурлуцкий, третье место на стартовом поле, девятое в общем зачете Игорь Самсонов, четвертое место на стартовом поле, десятое в общем зачете То есть у нас расклад сил в классе Туринглайт за эти две недели буквально перевернулся Как удалось Андрею перевернуть этот расклад? Он прямо сейчас и расскажет с помощью Ольги Петриковой Андрей, первый этап не сложился Ты в этом сезоне стартуешь на новом автомобиле Киа Рио Ты поменял свой старенький Форд на этот автомобиль Я так понимаю, что складывается не все так хорошо, как бы хотелось Сейчас ко второму этапу Как ты подошел? Готова ли машина? Ну, вроде как, пока показывалось, что машина готова Посмотрим, что будет дальше, квалификация получилась Получше настроили, сначала не получалось, она не могла поворачивать Форд получше поворачивает на этой трассе Эта машина больше к скоростным трассам готова Посмотрим, как сложится Но была же возможность опять стартовать на Форде Почему все-таки вы не решили менять, хотя вы изначально знали, что Форд будет на этой трассе успешен? Но эта машина все-таки потенциально она быстрее, то есть мотор более мощный Там уже машина сама старая Уже много лет она ездила и сама тележка уже старовата Ну что ж, Андрей, желаем тебе удачи Надеюсь, увидим тебя на подиуме Ну а сейчас я передаю слово своей коллеге Сабине Актерине Ильдар, очень удивительно видеть тебя по итогам квалификации Тебя и твои высокомандника из команды Сувар Моторспорт на последней строчке Что такое? Во-первых, у нас с Дмитрием Брагиным самые тяжелые автомобили Поэтому результат очень плотный, все подровнялись Мы практически все в 9 секундах, там, со второго по десятое место Соответственно, не до конца смог собрать лучший круг быстрый на квалификации Что тебе помешало? Помешала, собственно, ошибка Какая? Ну, немножко с торможением переборщил Поэтому в заносе прошел один поворот Соответственно, потерял там где-то 4,5 десятки И это было достаточно, чтобы отъехать так далеко А что случилось у Ильсура? Он так бодро начал первый этап, что мы уже начали радоваться за него А тут последняя строчка Ну, я, к сожалению, не получилось потренироваться в четверг Поэтому долго вкатывался вчера И вот, можно сказать, полноценно только сегодня начал квалификацию Как тебе Нижегородская трасса? Мне нравится эта трасса Она похожа на картинговую Из одного поворота вытекает другой Соответственно, для пилота она очень важна в пилотировании Техничная Техничная И если ты один поворот немножко проиграл Соответственно, следующая связка, ты тоже проиграешь Поэтому надо быть приятным Очень точно входить в первый поворот и выходить из последнего Ильдар, последний вопрос Зачем ты забронизировал внутреннюю сторону двери автомобиля? Зачем тебе здесь? Еще раз в лишний раз напомню, что это твоя машина Я просто не всегда сзади стою Поэтому, чтобы сзади видели Ну что ж, Ильдар, мы желаем тебе успехов на эту гонку Ну, а я передаю слово своей коллеге Оле Сейчас я готова поговорить с Дмитрием Брагиным Дим, восьмое место в квалификации Очень не похоже на тебя Это только вес или что-то еще? Ну, на самом деле, у меня одна из самых тяжелых машин Вот, и получается, что начиная со второго места В принципе, там я второму месту проиграл 3 десятых секунды То есть это достаточно, я считаю, близко С учетом того, что Владимир Чарьевань имеет минимальный вес А я максимальный Поэтому я думаю, что разрыв не такой уж критический Поэтому сделаем все возможное и невозможное Чтобы подняться выше Мы тоже будем надеяться Скажи, что на Нижегородской трассе для тебя самое сложное? То есть какой участок? Да, ну, особо такого нет какого-то сложного Но мне нужно именно сконцентрироваться Ну, сконцентрироваться нужно всегда, везде, на любой трассе То есть не бывает такого, что где-то в расслабленном состоянии Ну что ж, желаем тебе удачи Я думаю, что ты окажешься на подиуме Но не забывай, что сзади тебя стартует Рахматуллин Тоже достаточно тяжелый Удачи! Это был Дмитрий Брагин Так, давайте, пожалуйста, эти сказки про веса и массы Переведем в конкретное воплощение Насчет тяжелых машин У Дмитрия Брагина автомобиль весит 1120 килограммов Те же самые 1120 килограммов Весит Volkswagen Polo Дениса Булатова Который стоит на шестой позиции На две позиции выше Дмитрия Брагина Или, например, Лада Калина Товарища Брагина по команде Михаила Митяева Который на три позиции выше стоит На пятом месте, конечно, по сравнению с машиной Масленникова Все эти машины тяжелые У Масленникова и его Киорио висит всего лишь 1070 килограммов Но, тем не менее, нельзя сказать, что Так уж сильно утяжелен автомобиль Дмитрия Брагина Хотя есть одна поправочка Все-таки Дмитрий Брагин у нас пользуется Коробкой передачи традиционной схемой переключения В то время как большинство его соперников В том числе пилоты, о которых я только что говорил Они пользуются более быстрой секвентальной коробкой Спасибо, Кирилл, за эту техническую информацию Но и Ильдар Рахматуллин, и Дмитрий Брагин Подчеркнули одно очень интересное свойство данного заезда Очень плотный результат есть Не смотреть на Андрея Масленникова Который на полсекунды опередил даже чуть больше Владимира Черевания Дальше результаты идут в одну десяточку И у нас туда уложились практически 7 пилотов Вот этот результат для Туринглайта Это для 1600 кубовых наших машин Подчеркивает высокопрофессиональный пилотский уровень И говорит о том, что борьба в этом заезде будет более чем плотная И более чем сложная Поэтому то, что в шестом ряду стоит у нас Ильдар Рахматуллин, конечно же, еще не показатель Борьба вся впереди А мы отдаем эфир нашему коллеге Михаилу Коновалову И он на Петлэне Итак, со мной заслуженный тренер Российской Федерации Юрий Ильич Порок Человек, который воспитал многих известных гонщиков В числе Виталий Петров Юрий, что опять? Опять новый проект? Опять новый проект, опять молодые гонщики Ну, надо же растить замену предыдущим И у тебя как-то получается То есть многие говорят, что ты просто берешь талантливых людей Но, насколько мы знаем, ты очень много с ними занимаешься И не только в кольце, и картингом, и зимними гонками Насколько талантлив этот парень? Ну, парень очень быстрый, талантливый Но для того, чтобы он выехал и хорошо показывал результаты Мы провели определенную работу, начиная с марта месяца Только так можно какие-то показывать результаты Правда, еще не хватает очной борьбы Теряется немножко очной борьбы Слушай, а что ты думаешь по поводу Дани Квята? Сегодня Грам-при Монако, сегодня квалификация будет И, то есть, для парня это, наверное, конечно был стресс огромнейший Но, как ты считаешь, психологически выдержит он эту борьбу? Именно психологически? Ну, у него большой опыт картинговых баталий Я думаю, что он психологически достаточно сильный И поэтому, думаю, что он справится с этой ситуацией И будет показывать лучшие результаты Ну, мы будем надеяться, что он еще и покажет всем Что они, в Рэдбуле, что они сделали неправильный ход Ну, это прежде всего надо доказать свое достоинство И опять вернуться в топовую команду И не факт, что это будет Рэдбол, да? Да, не факт, это далеко Спасибо, с нами был Юрий Нечепорок Спасибо большое, Михаил Ну, и я быстро назову у нас стартовую решетку Андрей Матленников, пол-позишн, рядом с ним Владимир Чайвань Второй ряд стартового поля Григорий Бурлуцкий, Игорь Самсонов Стартовый номер 13 на его автомобиле Михаил Митяев и Денис Булатов А вот Денис Булатов на стартовую прямую не вышел И это большой-большой вопрос Может быть, мы увидим его стартующим с питлейна Хотя и на питлейне я машину Дениса Булатова Под 22-м стартовым номером тоже не вижу На седьмой позиции четвертый ряд стартового поля Андрей Радошнов, стартовый номер 27 И рядом с ним действующий чемпион России Дмитрий Брагин, стартовый номер 1 Пятая линия стартового поля Андрей Николаев, стартовый номер 30 И Родион Шушаков, стартовый номер 10 Шестая линия стартового поля Ильдар Рахматуллин, стартовый номер 4 И его однокомандник, точно на таком же Рено Твинго Ильсур Ахмед Валеев, стартовый номер 2 Так, согласно квалификации, расположились у нас пилоты, и так они отправляются на прогревочный круг. Нас с вами ждет опять 16-ти круговая гонка, старт будет дан сходом. И сейчас на прогревочном круге в сопровождении Мерседесов, предоставленных компанией «Авелон», у нас отправляются на старт пилоты, на старт прогревочного пока круга. Соответственно, будут они сохранять строго те позиции. Андрей Масленников сбоку от Владимира Череваня, вернее, Владимир Череван сбоку от Андрея Масленникова. Игорь Самсонов сбоку от Григория Бурлуцкого, Денис Булатов вот не вышел. Марк, я прерву вас пока, а то мы так Дениса Булатова до самого финиша, боюсь, не заметим на гоночной трассе. Между тем, он сейчас на последней позиции в пелетоне, то есть, видимо, непосредственно перед выездом на трассу возникли какие-то проблемы, но их удалось решить, к счастью. К счастью, потому что Денис Булатов, напомню, стал главным открытием в классе Туринглайт и чуть ли не во всей российской серии кольцевых гонок две недели назад в Смоленске. Буквально по пятам по ходу первого заезда преследовал он лидирующего Брагина, действующего чемпиона России, сейчас лидера общего зачета. Навязал ему борьбу, даже в какой-то момент обошел, но Дмитрий Брагин сумел уверенно реабилитироваться. Тем не менее, Денис Булатов, 17-летний гонщик из Москвы, который выступает при поддержке проекта S&P Racing, в настоящий момент занимает второе место в общем зачете. Ну, если быть, конечно, дотошным, то третье, но с Эльдаром Рахматулиным, интервью с которым мы совсем недавно видели, у них поровну очков по 184 и на 10 очков их опережает Дмитрий Брагин. Вот Денис Булатов как будто пару позиций у своего главного оппонента отыграл, потому что показал он шестое время в квалификации. Тем не менее, вот эти проблемы, возникшие совсем недавно, к сожалению, теперь отодвинули его на самое последнее место на стартовой решетке. Но при этом он будет стартовать не с питлейна, а это уже гораздо лучше. И поскольку мы знаем, что он действительно быстрый в квалификации, он меньше одной десятой секунды уступил пятому месту Михаила Митяева, одноклубника Дмитрия Брагина. Соответственно, есть у нас шанс посмотреть на эту борьбу. Ну и Андрей Радышнов тоже определенным образом оказался на седьмой позиции. Он был третьим в квалификации, спокойно воспринял этот результат. И пока он заезжал в боксы, мимо него как раз и промчались и Игорь Самсонов, и Григорий Бурлуцкий, и тот же самый Денис Булатов. Больше всего нам сейчас интересно, насколько надежны будут сегодня автомобили Kia Rio. Да, Андрей Масленников на первом месте, но мы помним, что он и две недели назад боролся за победу, и в самый неподходящий момент развалился поршень на его автомобиле. Насколько выдержит автомобиль борьбу за лидерство сегодня? Прямо сейчас выходят машины из последнего поворота. Автомобиль безопасности, как ему положено, сворачивает налево на пит-лейн. Это значит, что заезд начнется через считанные секунды. Андрей Масленников против Владимира Черевани на стартовой прямой трассы Нижегородское кольцо. И борьба начинается. Гаснут красные огни и столкновение одноклубников. И тут же столкновение с участием лидеров чемпионата Михаила Митяева и Дмитрия Брагина. И как часто бывает, Митяеву везет гораздо меньше, чем его партнеру по команде, потому что Дмитрий Брагин не только уцелел в этом столкновении, но и отыграл пару позиций. Прямо сейчас, атакуя Родиона Шушакова, прорывается уже то ли на шестое, то ли даже на пятое место в классе Туринг-Лай. Пятое место, пятое место сейчас у Дмитрия Брагина. Ну а вот Михаилу Митяеву придется теперь занять место, которое только что занимал Денис Булат. И, кстати, в лидерах-то у нас кто? Мастерство не пропьешь, в очередной раз говорим мы, потому что на первую позицию выходит Владимир Черевай, а вот Андрей Радошнов, простите, гонщик из Оренбурга, выходит из игры, останавливается его автомобиль Киарио. Прямо сейчас нам показывают борьбу за третью позицию. Здесь два питерских пилота ведут между собой борьбу. Дмитрий Брагин отыгрывает еще одно место, стремительно прорываясь вперед, несмотря на тяжесть в автомобиле. И «Сиат Леон», «Сиат Леон» — единственный автомобиль «Сиат Леон», команда PSM Team 80, питерского пилота Родиона Шушакова, пытается, попытается, и успешно сражается с Кемс Дмитрием Брагиным. Вот это да! Тут у нас, наверное, сейчас немного важнее борьба за лидерство. Она прямо сейчас разворачивается на дальней части трассы, но Андрей Масленников пока предпочитает, наверное, присматриваться к поведению автомобиля Volkswagen Polo Владимира Черевани, хотя и готов в любой момент подловить его на ошибки. На третье место тем временем вышел Игорь Самсонов, проживающий сейчас в Петербурге гонщик из подмосковного Одинцова. Он также пилотирует автомобиль Киарио, но прямо сейчас в последнем повороте атаку на его позиции проводят самый настоящий петербуржец, можно так сказать, Григорий Бурлуцкий. Именно он участвует сейчас в российской серии кольцевых гонок под патронажем Юрия Нечипурука. Интервью, с которым мы недавно слышали. Тем временем борьба за первое место в первом повороте продолжалась, но Владимир Черевань сохранил лидерство. Итак, какой у нас сейчас порядок в середине второго круга? Владимир Черевань сохраняет первую позицию. На второй позиции Андрей Масленников, на третьей Григорий Бурлуцкий. На четвертую позицию уже поднялся Родион Шушаков. Насколько он был малозаметен две недели назад в Смоленске, разве что вылетом с трассы запомнился. Настолько же он активен и агрессивен сейчас в самом начале заезда класса Туринг Лайт. На пятой позиции Дмитрий Брагин. И дальше он, в отличие от многих других заездов, на нашей памяти что-то продвигаться вверх не торопится. Более того, едущий следом за ним пилот, это я так понимаю, Игорь Самсонов, не так уж далеко от него в данный момент находится. Мы видели, что была, судя по всему, ошибка в исполнении Игоря Самсонова, потому что совсем недавно он боролся за третье место с Григорием Бурлуцким. А теперь находится только на шестом. За ним Ильсур Ахмед Валеев, Андрей Николаев. Михаил Митяев уже две позиции успел отыграть после неприятного разворота на стартовой прямой. И замыкают пилетон, я так понимаю, сейчас Андрей Николаев и Денис Булатов. У Андрея Радышного ноль кругов, он условно на последней позиции. А Михаил Митяев действительно на 11 позиции в первой гонке второго этапа в классе автомобилей Туринг Лайт. А Владимир Черевань, между тем, показывает самые быстрые секунды. 1,49,165 секунды, время которой принадлежит именно ему. 2 десятых почти, 15 сотых уступил ему Андрей Масленников. И по-прежнему они идут ноздря в ноздрю, что называется. А вот Григорий Бурлуцкий, 1,46518 и почти полсекунды, 6 десятых между ним и Андреем Масленников, который пока идет на второй позиции. Это значит, что нас с вами ждет увлекательная борьба за все три ступеньки пьедестала почета по времени. По времени Григорий Бурлуцкий сейчас быстрее всех в этом гоночном заезде. И не исключено, что он может претендовать и на победу. Во всяком случае попытаться. И Владимир Черевань, и Андрей Масленников выступают за одну и ту же команду Подмосковья Моторспорт. Поэтому командные интересы у них тоже присутствуют здесь на гоночной трассе. И сейчас, так как идут пилоты, серьезная заявка на командную победу уже сделана. Но вот Григорий Бурлуцкий пытается вмешаться в эту борьбу. Он представляет команду Carville Racing, как уже Кирилл сказал, питерский пилот. И очень-очень неплохо он показал себя и в тренировках, и в квалификации. И время Андрея Масленникова было заметно меньше. А сейчас он как будто опекает своего старшего товарища Владимира Череваня. Во всяком случае, в первой части этих соревнований. Вот сейчас эта опека достигла боге, потому что Андрей Масленников выходит вперед в очередном повороте трассы Нижегородское кольцо. Немногим более двух с половиной кругов смог пролидировать Владимир Черевань, смог пролидировать его черный Volkswagen Polo. И сейчас, как и после квалификации, впереди белый автомобиль под номером 43. Это Керрио под управлением Андрея Масленникова. А здесь у нас в середине пелетона борются между собой Андрей Николаев, Ильсур, Ахмед Валеев и Михаил Митяев, который сильнее всего пострадал в замесе на стартовой решетке. А еще дальше совсем уж печальное зрелище. Пилоты, которые сейчас делят между собой второе место в общем зачете. Я, естественно, говорю об Ильдаре Рахматулине и Денисе Булатове. Оспаривают сейчас на трассе только предпоследнюю десятую позицию. Мы продолжаем следить за развитием событий в лидирующей группе. Чуть-чуть подотстал Григорий Бурлуцкий. Предоставил товарищам по команде Подмосковья моторспорт разбираться между собой за лидерством. Но все время готов вмешаться в борьбу за первую позицию. И тут же рядом Родион Шушаков, который продолжает удивлять нас своим темпом, своей стабильностью. На прошлом этапе он пилотировал другой автомобиль. Такой бело-зелено-красный автомобиль Ford Fiesta, который раньше принадлежал команде Сергея Коронатова. Не очень удачно сложился для него тот этап. Да и сейчас у меня такое ощущение, что странный белый дымок из выхлопной трубы Сиата Ибица валит. Ну, пространный дымок это может случаться после поворотов. Как мы знаем, когда масло начинает отливать в двигатель, оно частично может попадать в камеру сгорания. И не, вот сейчас, да, сейчас это происходит уже не после поворота. И есть действительно некоторые тревожные состояния. Сиат Ибица. Очень редкий автомобиль в нашем кольце. Да, вот сразу после поворота есть, может быть, перелили просто масло ребята у нас в двигатель, пытаясь обезопасить его. Сорочинский. Павел Сорочинский выступал у нас еще на одном Сиате. Ну, и мы знаем, что в активе у Владимира Череваня тоже есть автомобиль испанской марки. Очень хорошо проработанный автомобиль. И если учесть, что близкий по двигателю Volkswagen Polo у нас показывает очень и очень неплохие результаты. У нас сейчас Игорь Самсонов идет на шестой позиции, который пользуется таким автомобилем, по-моему. Игорь Самсонов на Kia Rio. А, прошу прощения, да, 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 да. У нас на Volkswagen Владимир Черевань, который идет на второй позиции, естественно. И очень неплохо выступает еще и Андрей Николаев, опытнейший пилот, который занимает седьмую позицию в абсолюте. А пилоты расположились следующим образом. Масленник лидирует в этом заезде после третьего круга. Черевань, Бурлузский, Шушаков, Брагин занимает пятую позицию. Самсонов, Николаев, Митяев, Булатов десятку замыкает Ахмед Валеев. Ну, а сзади его одноклубник и однокомандник. Это Ильдар Рахматуллин на одиннадцатой позиции. Вот теперь, посмотрев повтор старта, мы увидели, почему же сошел с трассы автомобиль Андрея Радошного. Он был задействован в этом столкновении на стартовой решетке. В коробочку его, по сути, брали Михаил Митяев и Дмитрий Брагин. Сначала нам показалось, что больше всего от этого пострадали сами пилоты команды Lada Sport, Роснефть. Но после этого выяснилось, что и для автомобиля Kia Rio Андрея Радошного, который один из заездов две недели назад закончил на подиуме, это бесследно не прошло. Между тем, смотрите, отрывается от Владимира Черевани Андрей Масленников. Столько раз мы говорили, что автомобилям Kia Rio такие медленные затычные трассы с большим количеством закрученных поворотов очень плохо подходят, что им нужны как раз скоростные повороты. А между тем, именно автомобиль корейской марки, подготовленный тольяттинской командой PSM Team 80 под руководством Сергея Нуждина и выставленный на гонки подмосковным коллективом Подмосковья Моторспорт, сейчас более чем уверенно возглавляет заезд. Хотя вот здесь сейчас мы видим, что Volkswagen Polo под управлением Андрея Николаева оказывается чуть быстрее на конкретном участке трассы Нижегородское кольцо, чем Kia Rio подмосковного пилота Игоря Самсонова. На секунду и две десятых был быстрее Андрей Николаев, чем Игорь Самсонов, опытнейший Андрей Николаев, который выступает за команду, она у нас дважды присутствует, B-Tuning Racing Team. И, соответственно, эта же команда еще и ведет проект в ролейный проект на этих же самых автомобилях Volkswagen Polo. В Кубке Polo участвуют такие же очень близкие автомобили, кольцевые автомобили, естественно, более жесткой подготовки, с более узким мотором, как принято говорить, то есть крутящий максимальный момент. И тут есть попытки атаки со стороны Григория Бурлуцкого на опытнейшего нашего пилота Владимира Череваня. Очень плотно Григорий Бурлуцкий просто следует на своем Peugeot за автомобилем Volkswagen Владимира Череваня, которому пока атаки отбивать удается, причем это все в рамках правил, но разница в скорости все-таки присутствует. Да и у нас с вами всего лишь 6 из 16 кругов, которые необходимо пройти пилотом, и, соответственно, шины еще не нагрузились. Поэтому надо очень грамотно распределить все ресурсы и собственные автомобили, и шин для того, чтобы результат в заезде был более чем достойный. Оба автомобиля команды, которые мы привыкли видеть, видели, спортивный клуб Сувар Моторспорт, это Ильсу Рахмед Балеев, который сейчас лидирует в двойке с Ильдаром Рахматуллиным. Хороший комплимент, Марк, удачный комплимент, согласен, лидирует в двойке. Сейчас, на самом деле, уже Ильдар Рахматуллин своего товарища по команде обогнал, и это, конечно, весьма печальное зрелище. И смотри, у нас атака на позиции Михаила Митяева со стороны Дениса Булатова. Дениса Булатова, который оказался вот в этом довольно неожиданном для него девятом, на девятой позиции, и он стремительно пытается догнать и опередить кого? Михаила Митяева, который из-за инцидента в самом начале этой гонки откатился на восьмую позицию, и сейчас, естественно, хотел бы тоже подняться повыше. Ну, кстати, обратите внимание, совсем недавно Денис Булатов вел борьбу с пилотами на автомобилях Renault Twingo, а сейчас уже обогнал их, по-моему, на восемь секунд. То есть, насколько отличается темп у Volkswagen в полу и французских автомобилей. Хотя вот эти компактные французские машины с очень маленькой колесной базой, вроде бы наоборот, в тесных поворотах Нижегородского кольца, должны чувствовать себя максимально уверенно и иметь преимущество перед теми же автомобилями Kia Rio, у которых колесная база ощутимо длиннее. Тем не менее, вот именно сейчас вылет с трассы прямо сейчас в исполнении Михаила Митяева. Да, это как раз была борьба с участием Игоря Самсонова, с участием Дениса Булатова. И во втором повороте трассы, как, кстати, именно в этом повороте год назад Михаил Митяев вышел в лидеры в воскресной гонке, обогнав Ильдара Рахматулина. А сейчас тот же самый поворот стал свидетелем не очень удачного маневра в исполнении тольяттинского гонщика. Но, с другой стороны, не исключено, что машина-то серьезно повреждена после столкновения на стартовой решетке в начале самого первого круга. А здесь, смотрите, Андрей Николаев на кого замахнулся? На самого Брагина. Мало того, слегка подтолкнул он, подцепил его в ходе борьбы на дальней части трассы. Видимо, и для Дмитрия Брагина то столкновение не прошло бесследно. И здесь же мы видим, что Денис Булатов более чем уверенно опережает сейчас Игоря Самсонова, который начал этот заезд с четвертого места, а сейчас только на седьмой позиции. Да, уже, по-моему, на восьмой позиции, наверное, даже он сейчас находится. На шестом круге Андрей Николаев показал свои лучшие секунды. Это на 80-х быстрее, чем время, которое показывал Дмитрий Брагин. А здесь уже атака на Дмитрия Брагина. Очень плотная борьба. И смотрите, или это повтор? Это повтор из начала гонки, то, что мы сейчас видим на экране. А вот то, что происходит на реальной гоночной трассе. Андрей Масленников выигрывает 3,1 секунды, завершает свой седьмой круг в качестве лидера. На второй позиции его одноклубник Владимир Черевань на автомобиле Volkswagen. И Григорий Бурлузский, уступая почти полсекунды Владимиру Череваню, уверенно и спокойно идет на третьем месте, выигрывая у Родиона Шушакова 3, ровно 3 секунды. На пятой позиции Дмитрий Брагин, которого опять начинает доставать Андрей Николаев. Андрей Николаев очень быстрее, чем Дмитрий Брагин. Денис Булатов поднялся на седьмую позицию, опередив Игоря Самсонова. Рахматуллин девятый, Ахмед Валеев десятый. А вот Михаил Митяев после своей ошибки откатился на одиннадцатую позицию. И темп, надо сказать, у него на этом круге, понятно, с вылетом вообще очень неудачный. И, соответственно, пока думать про какие-то высокие результаты и ему, да и команде, за которой они выступают с Дмитрием Брагином, конечно же, трудновато. А вот пока команда Подмосковья Моторспорт на втором этапе в первой гонке, во всяком случае, очень-очень уверенно держится. И пока-пока претендует на самые-самые высокие места. Прямо сейчас Андрей Николаев и Дмитрий Брагин, человек, который был безусловным лидером, да и сейчас является фаворитом класса Туринг-Лайт. И человек, у которого спортивная форма весьма нестабильна. В прошлом году, мы помним, более чем удачно выступал Андрей Николаев. Уверенно опережал Андрея Севастьянова, у которого опыт был гораздо больше и который, казалось, должен был быть гораздо быстрее своего товарища по команде. На прошлом этапе Андрей Николаев, гонщик из Москвы, не очень был заметен. А сейчас, смотрите, более чем уверенно просинкует он на стартовой прямой своего соперника из Тольятти. Они сейчас на подходе к первому повороту. Здесь будет очень хорошая возможность для атаки и жесткое торможение. Немного плавал автомобиль на торможении Дмитрия Брагина. С чем это связано, я сейчас не берусь судить. Тем не менее, отрыв Брагина от Николаева минимальный. И это на руку Денису Булатову, товарищу Николаеву по команде, который имеет возможность за счет этой борьбы подтянуться к двум оппонентам и попробовать отыбрать у Брагина ценные очки в борьбе за лидерство в общем зачете. Плавание Дмитрия Брагина связано с единственным. На ушах, как сказали бы в паддоке, едет сейчас Дмитрий Брагин. Едет на ушах, чтобы попытаться оторваться от Андрея Николаева. Автомобиль Андрея Николаева более стабилен. Пока разница в ходе не такая, чтобы можно было уверенно обогнать такого мастера руля и педали, как Дмитрий Брагин. Но тем не менее, видно, что пока-пока есть такой ресурс у Андрея Николаева. И это, надо сказать, борьба за пятое место. Между тем, Андрей Масленников уже 4 секунды выигрывает у своего одноклубника Владимира Череваня. Тот стабилизировал свой отрыв в полсекунды от Григория Бурлуцкого. Дмитрий Бурлуцкого почти одинаково они идут по десяточке, проигрывая каждый другому. Очередную порцию дыма выпустил Сеат Ибица, прошу прощения, Родиона Шушакова. И Родион Шушаков на четвертой позиции за Григорием Бурлуцким. Проигрывая 3,2 секунды Григорию Бурлуцкому. Но выигрывая 3,3 секунды у самого Дмитрия Брагина, которому удалось немножко оторваться от Андрея Николаева. Но зазор этот минимальный. И у нас с вами заканчивается девятый. Девятый из шестнадцати кругов. И опять так Владимир Черевань широко выходит из поворота. Очень грамотно используя всю ширину трассы. Вот она, эта двоечка, сейчас выкатывается на стартфинишную прямой. Даже немножко в базу автомобиля Дмитрия Брагина вкатывается Андрей Николаев. Но при этом две десятых секунды все равно еще между ними. И соответственно атаки не наблюдается. Очень уверенно лидирует в гонке сейчас Андрей Маслик, пилот команды Подмосковья Моторспорт на своем автомобиле Kia Rio. Подтверждая, что этот автомобиль надежно прописался в наших национальных кольцевых соревнованиях. И занял одну из лидирующих позиций. Очень обидно, что Kia Rio Андрея Радочного получила травмы несовместимые с жизнью, что называется. Боевой был настрой у Андрея, который стоял на третьей ступеньке пьедестала почета первого этапа в Смоленске. Сейчас превратился в болельщика, но завтра, я уверен, мы увидим его на трассе гоночной борьбы. А вот Михаил Митяев смог опередить оборон от Винга. И Ильдар Рахматулина, и Ильсура Ахмед Валеева вернутся в девятую позицию. Практически без борьбы проходит своего товарища по команде Андрея Николаева. Я уверен, что это была командная тактика. Не было смысла зрелому московскому пилоту мешать своему земляку и товарищу по команде. Тем более, смотрите, сходит Андрей Николаев. Вот так вот борьба с Дмитрием Брагиным, попытка прессинговать действующего чемпиона России даром не прошла. И мы вспоминаем, что год назад точно такая же ситуация складывалась с теми же самыми машинами, только за рулем автомобиля Volkswagen Polo был Андрей Севастьянов. Точно так же ближе к концу заезда сошел он. Правда, с чем связан сход сейчас Андрея Николаева, мы не знаем. Это, тем не менее, в любом случае слегка облегчает задачу Денису Булатову, который сейчас вполне будет в состоянии прессинговать пилота команды Lada Sport Rosneft Дмитрия Брагина, лидера чемпионата и действующего чемпиона России, потому что до финиша еще более чем достаточно времени. Лишь бы хватило сосредоточенности, лишь бы хватило уверенности и лишь бы хватило резины. Мы знаем, что в отслеживании состояния шин Брагин настоящий специалист, он более чем уверенно может это делать. А вот у юного Дениса Булатова может умения, мастерства на это не хватить. Хотя, с другой стороны, две недели назад Михаил Коновалов поспешил обвинить Дениса Булатова, когда у того упал в темп в том, что он убил свои шины. А на самом деле развалилось крепление переднего рычага, рычага передней подвески у Дениса Булатова. То есть сам-то гонщик здесь был совершенно ни при чем. Мы видим сейчас на повторе, как Андрей Николаев резко сбросил темп его автомобиль и покатился, буквально покатился 30-й стартовый номер Volkswagen Polo Андрея Николаева. В достаточно безопасное место напрямую ставит он свою машину. Ну и после седьмого поста зеленые флаги, это значит там уже можно обгонять. Вот в этой зоне после шестого судейского поста обгоны запрещены. Но обгонов сейчас мало где может состояться. Хотя Денис Булатов, который теперь вышел на шестую позицию, идет на полсекунды на каждом круге быстрее. И смотрите, сходит с трассы Родион Шушаков, останавливается его автомобиль в том самом повороте с палочкой. Сложно сказать, связано ли это с появлением белого дыма из выхлопной трубы на протяжении всего заезда или может быть сломалась какая-то другая система. Тем не менее, лидеры чемпионата Дмитрий Брагин и Денис Булатов выигрывают по одной позиции. У них теперь будет побольше очковый запас, если они доберутся до финиша заезда. И прямо сейчас начинается борьба между двумя этими пилотами за четвертую позицию в классе Туринг Лайт. Сейчас желтая, ярко-желтая Лада Калина и бело-сине-красный Volkswagen Polo в цветах российского триколора выходят на стартовую прямую. Будет ли атака в борьбе за четвертую позицию? Очень грамотно маневрирует Брагин сейчас на входе в поворот. Но по-прежнему нестабилен его автомобиль на торможении. Может быть, сказываются последствия столкновения на самом первом круге на стартовой прямой. Очень плотно за ним 17-летний московский пилот Денис Буланов. Сейчас теоретически могла быть возможность для атаки, но у меня такое впечатление, что действует Денис весьма расчетливо и осторожно. Несмотря на то, что ему всего 17 лет, с шашкой на голо он в атаку на чемпиона России не бросается. И правильно делает. И ты прекрасно понимаешь, что невзирая на возраст, у нас в национальном мальцевом чемпионате достаточно опытные пилоты. Их гоночный опыт начался в других гоночных дисциплинах. И сейчас Денис Булатов самое быстрое время, которого на 0,8 секунды быстрее, чем у Дмитрия Брагина. Да и каждый круг он проходит по 2, по 3, а то и по 4 десятки, отыгрывая у действующего чемпиона. Но сейчас Брагин ездит, что называется, на пределе своих возможностей, как я уже говорил, практически на ушах. А у Дениса Булатова ездит. Не накаркайте, Марк, не накаркайте, вот постоянно про уши повторяете в последнее время. Ну вот есть еще одна попытка, есть еще одна попытка в зеркалах заднего вида. То с одной, то с другой стороны появляется Денис Булатов у Дмитрия Брагина. Понятно, что на Дмитрия Брагина это не очень действует. Очень уверенно опытнейший итальянский пилот сейчас сидит за рулем Лады Калина, команды, своей команды. И Денис Булатов пока вынужден искать только ключ к обороне. Но время есть, только 13-й круг у нас с вами начал сейчас Андрей Масленников. Кстати, обратите внимание, у нас два молодых пилота сидят на хвосте у двух опытных пилотов. Черевань-Бурлуцкий в борьбе за второе место и Брагин-Булатов, соответственно, в борьбе за четвертую позицию. Что, кто выиграет, опыт или молодость? Узнаем буквально через несколько кругов. Осталось-то всего чуть-чуть и Григорий Бурлуцкий две десяточки сейчас отыграл у Владимира Череваня. И Зян показывает как раз эту пару. Григорий Бурлуцкий появляется рядом с автомобилем Владимира Череваня. Ну а Владимир Череваня широко выходит из левого поворота для того, чтобы занять оптимальную траекторию перед вот этим правым поворотом и возможности для атаки, пока Григорию Бурлуцкому не оставляет. Дмитрий Брагин в свою очередь обороняется от Дениса Булатова. Денис Булатов сейчас вот в этой правой шпильке пытается навязать борьбу Дмитрию Брагину. Не получается, но он практически не отстает. А сзади за ними мчится уже автомобиль сзади. Он, правда, Игорь Самсонов сзади, но Михаил Митяев поднялся на седьмую позицию и пытается, пытается мчаться за своими коллегами. Причем выигрывает у них по шесть, по семь десяток с круга. Если посмотреть на автомобиль Михаила Митяева, то у него на лице очень серьезные с правой стороны такие повреждения. Но при этом машина идет широко. А здесь атака, атака очередная со стороны Дениса Булатова. Его 22-й стартовый номер на борту Volkswagen Polo. Он быстрее, он быстрее, но не настолько, чтобы уверенно атаковать, а опытнейший Дмитрий Брагин настолько опытен, чтобы обороняться. Пока уверенно обороняться от атак Дениса Булатова. Причем, обратите внимание, третий заезд подряд мы наблюдаем одну и ту же картину. Прямо сейчас у нас поменялись местами такое ощущение пилота и команду Сувар Моторспорт. Но опять же, это все борьба за предпоследнее место в заезде среди тех пилотов, которые еще продолжают борьбу. Ведь то же самое мы видели в Смоленске две недели назад в обоих заездах. Каждый раз Брагин с Булатовым сходятся, несмотря на то, что некоторые заезды начинают в голове пилотона. В некоторых ситуациях они оказываются в середине этого пилотона, иногда ближе к концу. Но тем не менее, рано или поздно все время схлестываются в борьбе. Прямо сейчас была очевидная ошибка в исполнении Дениса Булатова. И вот сейчас у меня такое ощущение, возможность обогнать Брагина-то и потеряно окончательно. Потому что два с половиной круга у нас создается до финиша. А нужно будет снова отыграть отставание, которое сейчас достаточно ощутимо выросло. А потом навязать борьбу, а потом попытаться выйти вперед. Вот у Григория Бурлуцкого сейчас ситуация гораздо лучше. Но с другой стороны уже не первый, не второй, не третий и даже не пятый круг. Молодой пилот из Санкт-Петербурга, я напомню, что ему 20 лет, пытается бороться с очень опытным, с самым опытным пилотом российского кольца Владимиром Череванем, которому уже весьма за 50. Но мы видим, что это не мешает ехать в первых рядах, не мешает быть одним из лидеров российской серии кольцевых гонок. Сейчас показалось мне, что был легкий контакт между автомобилями и конкурентами. Да, так оно и было, Григория. По-моему, все-таки показалось. По-моему, слегка на входе в поворот машина Черевани была не совсем стабильна. Потому что после этого ощутимых следов ни на одном из автомобилей я не вижу. По-прежнему... Да, контакт был очень легкий, Кирилл. Ничего страшного, это совершенно нормально, когда мастера... Конечно, Череваню не привыкать. Он говорит, у него 50 крыш за один из сезонов было еще в советские времена, правда. Но сейчас вот что у нас происходит на трассе. У нас с вами 14 из 16 кругов. То есть, действительно, 2,5 круга остается до финиша всем, кроме Андрея Масленникова, который свой круг завершил. И уже на 15 предпоследнем круге. Вот только сейчас это делает опытнейший Владимир Черевань, пока идущий на второй позиции. И Григорий Бурлуцкий в трех десятых секунды позади Владимира Череваня. Есть еще один момент, дорогие зрители наши, те, кто не находится на трибунах. У нас здесь жарко. И причем я имею в виду не только то, что происходит на гоночной трассе, а еще и то, что происходит на гоночном асфальте. Жаркая погода привела к тому, что асфальт у нас прогрелся очень хорошо. А это значит, что температура шин достаточно высокая. А в Туринглайте у нас настоящие боевые гоночные слиги, которые подвержены износу. И на последних кругах как раз износ шин может сказаться. И тут опыт и мастерство Череваня могут сыграть очень положительную роль для того, чтобы Владимиру удалось сохранить вот эту свою вторую позицию. Подиум он себе почти обеспечил, хотя в гонках не бывает сослагательных наклонений. Торопиться я не буду. Плотная борьба между Дмитрием Брагиным и Денисом Булатовым стала не такой плотной. Четыре десятых где-то между ними. Денис Булатов пока в темпе Дмитрия Брагина не может идти, но посмотрим, что будет на этом круге. В темпе Дмитрия Брагина он и может идти, но чтобы Дмитрия догнать и обогнать, ему нужно этот темп взвинтить и ехать быстрее Брагина. Пока это получается с определенным трудом. Секунду и одну десятую проиграл Денис Булатов Дмитрию Брагину, а секунду и одну десятую... А визуально почему-то дистанция сейчас сократилась. Естественно, по времени это был предыдущий круг. Сейчас, может, ситуация в определенной степени изменилась, но не изменилась она в самой голове пелетона, где у нас по-прежнему подмосковный пилот Андрей Масленников из команды с говорящим названием Подмосковье Моторспорт на своем Киарио, оформленном в такой слегка кафельной тематике, продолжает уверенно лидировать. И делает он это на последнем шестнадцатом круге сегодняшнего гоночного заезда, второго гоночного заезда, второго этапа. Владимир Черевань пока на второй позиции. И полсекундочки выигрывает он у Григория Бурлуцкого, который решил, видимо, поберечь машину на завтрашний гоночный день. На предыдущем круге пытался он штурмовать второе место Череваня, но вот пока-пока такой острой борьбы здесь не наблюдается. Посмотрим, что у нас происходит в паре Дмитрий Брагин-Денис Булатов. Да, здесь тоже четыре десятых. На этом круге Денис Булатов был быстро. Ровно секунду отыграл он у Дмитрия Брагина, но это последний круг. И то расстояние в четыре десятых, которое сейчас между пилотами, даже если удастся сократить, вряд ли удастся что-то сделать. Посмотрим. Смотрим. Такие две пары. Самые острые точки борьбы. Это борьба за вторую позицию, за вторую ступеньку педестала. Почетом между Орловским пилотом Владимиром Череванем, выступающим за команду Подмосковья Моторспорт, и Григорием Бурлуцким. 19-й стартовый номер. Пилот команды Carville Racing, выступающий на автомобиле Peugeot. Питерский гонщик. Ну и еще одна пара. Это тольяттинский пилот Дмитрий Брагин и преследующий его Денис Булатов, стартовый номер 22, на его фольксваде команды B-Tuning Pro Racing Team. Прямо сейчас две эти машины равняются на подходе к повороту с палочкой. Бок о бок буквально входят они в этот вроде бы не самый сложный поворот, но на внешней траектории был Денис Булатов. Мы говорим вам об этом, поскольку там борьба гораздо более напряженная, чем в этой паре Черевань-Бурлуцкий, который нам показывает. А тем временем Андрей Масленников пересекает финишную линию. Наконец-то. Первая победа в этом сезоне в исполнении пилота из Подмосковья. Первая победа в этом зелоне сезоне для автомобиля Kia Rio в классе Touring Light. И уже третья победа для машины корейской марки в этой категории. Владимир Черевань сохраняет вторую позицию, отбив все атаки юного Григория Бурлуцкого. Ну и смотрим. Пара. Пара. Смотри, Дмитрий Брагин откатывается на пятую позицию. Впереди, впереди сейчас Денис Булатов. И так они, похоже, и пересекают стартовую линию. Отобрал Денис Булатов. Кто скажет, что этому человеку 17 лет? Кто это скажет? Несколько кругов висеть на хвосте у чемпиона России и действующего лидера общего зачета. Несколько кругов плотно пасти его шаг за шагом. Тщательно прописывать траекторию. Бороться с искушением пойти на обгон там, где еще не хватает разницы в темпе. Где еще недостаточно уверенности для того, чтобы опередить соперника. Допустить ошибку после этого. Снова догнать Брагина и обогнать его. Мы можем только поаплодировать Денису Булатову. Который, смотрите, за три поворота до финиша по внешнему радиусу обогнал ярко-желтую ладу Калину под номером один. Но мы с вами помним, что Дмитрий Брагин все-таки на самом старте заезда успел поучаствовать в не очень приятном инциденте, где еще сильнее пострадал его товарищ по команде Михаил Митяев. И может быть с этим, а не только с наличием балласта на его автомобиле и с разницей в схеме переключения передач, связано то, что темп Дмитрия Брагина наверняка сегодня был гораздо ниже теоретически возможного. Но, как нам не устает напоминать Марк Семенович, не бывает сослагательного наклонения в гонках. И поэтому заезд закончился так, как он закончился. На четвертом месте Денис Булатов и только на пятом Дмитрий Брагин. Не первый раз обогнал молодой московский пилот опытного тольяттинского гонщика, но первый раз, когда обогнав Брагина, Денис Булатов смог сохранить позицию до финиша. Итак, перед нами результаты заезда Андрей Масленников, Владимир Черевань, Григорий Бурлуцкий. Прекрасный пилотаж в исполнении всех трех пилотов. И, конечно, особенно рады мы за Андрея Масленникова на контрасте с той неудачей, которая постигла две недели назад его, когда гонщик из Подмосковья боролся за лидерство с Михаилом Митяевым. И в самый неудачный момент развалился поршень в моторе его автомобиля. Естественно, радуется этот родившийся в Костроме подмосковный пилот. Естественно, радуется его команда Подмосковья Моторспорт, простите. Естественно, очень рад Сергей Нуждин. Это первая победа для машины Kia Rio класса Touring Light в этом сезоне. Ну и, естественно, ситуация в общем зачете после этого заезда может быть не радикально, но изменится, серьезно улучшит свои позиции. Молодой подмосковный пилот, впрочем, сейчас уже не такой молодой, 22 года ему. Пришел на кольцо он несколько лет назад после выступлений в других видах, не только авто, но и мотоспорта. В разных классах он успел выступить за это время, разные машины поменял. И в национальном был он на втором месте и претендовал на титул. И, кстати, вполне мог этот титул взять, если бы не отменили один из этапов Кубка России несколько лет назад. После этого более чем уверенно стал он обладателем Кубка России в другой категории, в классе Super Production за рулем автомобиля Honda Civic. В прошлом году здесь же чуть было не одержал победу в борьбе с тем же самым Дмитрием Брагиным на немолодом автомобиле Ford Fiesta, а вот теперь таким образом вернул всем своим конкурентам Должок Андрей Масленников победитель первого заезда второго этапа российской серии кольцевых гонок в классе Touring Light. И очень приятно видеть, что у подножия подиума мы видим три автомобиля трех разных марок. Это автомобиль корейской марки Kia, автомобиль немецкой марки Volkswagen Polo и автомобиль французской марки Peugeot. После целого года отсутствия в пелетоне российской серии кольцевых гонок Левенок возвращается под управлением молодого питерского пилота и начинает уже потихоньку покусывать своих соперников, но, к счастью, не до крови. Итак, совсем скоро начнется церемония награждения, но до этого мы еще должны послушать интервью с призерами и узнать, что помогло одним пилотам добиться хороших результатов и что помешало другим пилотам оказаться на верхней ступени педестала. Естественно, первым делом слово победителю этого заезда. Мы поздравляем Андрея Масленникова и передаем слово Сабине Актериной. Андрей, первый этап для тебя сложился не очень удачно. Во втором поздравляю тебя с первым местом. Как я понимаю, взял реванш, отыграл и набрал свои нужные очки. Ну да, немного начал учить все-таки машину ездить, учить поворачивать. Мотор очень мощный, а рулежка страдает именно на медленных трассах. А вот Нижегородское это кольцо какое у нас? Медленная трасса, это довольно-таки скользкая, тут скользкий асфальт. Очень мучились в четверг-пятницу с настройками. Что-то попали вроде как, как видно по результату. Приручили, так сказать. Да, приручили немного. А что у тебя произошло во второй гонке в Смоленске, к сожалению, нам не удалось узнать. То есть комментаторы чуть были неправы, никакого перегрева, перекрута там не было. То есть по телеметрии мы посмотрели, все было в порядке, ни с того ни с сего. Развалился поршень в двигателе и пробил блок. И, соответственно, сход дистанции. Долгий ремонт? Ну да, сейчас другой двигатель. В первой гонке тоже небольшие были проблемы, и в итоге контакт с Чириванем в Смоленске был. Не очень приятно, конечно. Ну поэтому, наверное, машина приехала на первое место, то, чтобы прошла тщательно ремонт, и в квалификации у тебя лучшее время. Ну да, все получилось в квалификации и в гонке, соответственно. Чуть-чуть проспал старт, не разглядел в солнце светофор, но отыгрался потом. Но, тем не менее, это тебе не помешало занять сегодня первое место. С нами был Андрей Масленников. Первое место. Не надо, кстати, обобщать про комментаторов. Про перегрев это Марк Семенович говорил. Но это все, естественно, не важно. Важно то, что только что закончился заезд класса Туринг Лайт, и в нем определились призеры. Первые на сегодня, для этого гоночного уикенда, призеры в классе Туринг Лайт. И мы очень рады видеть в кадре, и скоро будем рады увидеть на подиуме, самого обаятельного и жизнерадостного пилота российского кольца Владимир Черевань. Не без экзотического головного убора в нашем прямом эфире. Да, спасибо большое, Кирилл. Вот он, один из призеров сегодняшнего дня. Я так понимаю, что словно дежавю, потому что в прошлом году на Нижегородском кольце ты также был призер. Да, и также менял машину по ходу сезона. Тренировался на одном автомобиле, выступая на другом. Так же было в прошлом году. Что скажешь о сегодняшней гонке? Как прошло? Интересно. Со старта получилось отыграть позицию. Потом чувствую, однокомандник прессует. Так как он быстрее подержал бы, его собрали по спелетон. И решил поехать за ним. Дальше другой молодежь подкатывает и тоже начинает фарами моргать. Думаю, нет, это же не с моей команды. Уже будем держать и барону. Достоинно держали. Действительно, на протяжении всей гонки он просто топтался на пятки. Что не хватило и смог ли вообще он обогнать? Или все-таки не хватает еще того опыта, который есть у тебя? Нет, я долго живу просто и знаю. Если я уеду от него, от Орвуси, я не буду попадать в кадр. А мои спонсоры просят, чтобы я попадал в кадр. А в кадр попадают те, кто борется. Поэтому мы поролись, заставляли зрителей нервничать, механику переживать. Ну и заодно, я думаю, в эфире мы много были. Борьба была действительно красива. У меня последний вопрос. Ты для меня, Вов, самый импозантный пилот. Потому что, ну я не знаю, это самый интересный. И вот головной убор, шляпа. Мне кажется, что ты не снимаешь ее никогда, даже когда идешь в душ. Почему именно шляпа? Ну потому что бейсболки у всех. А шляпа, она удобная. Она накрывает плечи. Ну и вообще, в принципе, удобная. Если что, можно сказать, дело в шляпе. А если что, можно сказать, мы прошляпили. И все. Ну сегодня вы ничего не прошляпили. Я поздравляю еще раз. И думаю, что завтра ты покажешь не менее достойный результат. Это был Владимир Черевань. Черевань накрывает шляпой. Нас накрывает то, как Черевань ездит. Но, с другой стороны, сегодня не так просто было Владимиру в борьбе за второе место в заезде класса Touring Light. Потому что более чем достойную конкуренцию составил ему 20-летний пилот Кригорий Бурлуцкий, представитель питерской команды Carville Racing, который совсем недавно еще участвовал совсем в других, раллийных, непохожих на кольцо гонках. А сейчас на подиуме класса Touring Light рядом с Михаилом Коноваловым, который задаст ему самые важные вопросы. Гриша, так приятно видеть на подиуме земляков своих питерских. И особенно тебя, потому что ты при мне, в общем, начинал. И перед этой гонкой я брал интервью как раз у Юрия Нечиперока, у твоего тренера. Он в тебя свято верил. Он сказал, что вы много работали. Это точно. И твои впечатления от этой гонки. И расскажи, что тебе помогло именно в работе с Юрием. Ну, во-первых, мне кажется, самое главное в работе тренера не только рассказать, как нужно ехать, имеется в виду траектории и все остальное, потому что, в принципе, их можно наработать. А вот психологическая работа опытного человека рядом – это самое главное, наверное. Ну, просто подуспокоился благодаря советам Юрия. И смог как бы остаться в лидерах, потому что на первой гонке у меня немного... Ну, анраж был, так как это первая гонка в Смоленске. Я ничего не понимал и потерял немного своё место. Здесь же получилось его удержать уже. Вот. Ну, вообще, впечатления очень крутые. Ну, как всегда, знаете, вот не хватает. Вот чуть-чуть буквально не хватило. Да, вот там не хватило, тут не хватило, чтобы объехать Владимира. Но тоже неплохо. Опытный пилот всё-таки с первого раза не даётся. Такие люди не даются. Не, ну, я могу сказать, что я увидел наоборот там не то, что не хватило. Тебе хватило наоборот зрелости какой-то, да, уже там восприятие ситуации. Ты зря не рисковал. То есть у тебя были попытки, ну, такие грамотные, раскачать его. Но я не увидел ни одного такого глупого движения там. Влететь и там, будь чего будет. Ну, да, после опыта первой гонки в Смоленске я немного подостыл в этих моментах. И решил, не так как в картинге, пыром, да, иногда можно там приехать, так чуть пропинуть и, в принципе, никто не заметит. Тут всё-таки надо аккуратно сохранить машину и доставить. Ну, всё-таки, ну, мы гоняем и получаем удовольствие в первую очередь. А ещё, что хорошего, если я там в него влечу, либо сам себе сломаю машину, либо его выкинут с трассы, да, и вот вся гонка, всё напрасно. И ему плохо, и мне не очень. Ну, и, короче, никто не доволен. В любом случае, меня Смолен докажет потом за это. Поэтому это ни к чему хорошему не приводит. А красивый обгон, он гораздо зрелищнее, гораздо интереснее, да. Ну, и плюс борьба – это тоже очень важно. – Скажи, пожалуйста, Юрий, всё это время с тобой на рации, я так понимаю, во время гонки. И наверняка он тебя тоже притормаживал, да, когда ты слишком там оптимистично уже подъезжал. – Ну, да, нет, да, точнее, всё время был со мной, да, всё время помогал, всё время на рации. Говорил, когда стоит немного подождать, потому что видел, что у Владимира резина начинает много перегреваться. Поэтому как раз-таки подсказывал, когда нужно попробовать, когда не нужно, как раскачать его и так далее. В общем, всё это опыт. В общем, большое ему спасибо за это. Ну, и плюс большое спасибо всей моей команде, которая подготовила автомобиль к этой гонке, потому что, ну, без них, естественно, я бы не смог показать данный результат, оставить третьим. Наверняка, что произошло. Ну, а также спасибо главным спонсорам, да, благодаря вообще которым всё это состоялось, да, благодаря которым всё это вообще идёт, компания «Карвиль», а также бренд «Триали», вот, «Лузары» и так далее, «Система охлаждения». В общем, всем спасибо, и вам тоже за интервью. – Спасибо тебе, мы тебя ещё раз поздравляем. – Спасибо. – Желаем успехов, чтобы это не было единичным случаем, и чтобы ты ещё поднимался на подиум, и я побольше выбрал тебе интервью. – Это только начало, это только начало. Вот потихонечку, как говорится, по зёрнышку, по… по зёрнышку, потихонечку в итоге выиграем чемпионат. Ну, я надеюсь на это, и буду делать максимально всё, что от меня будет зависеть. – Ну, это будет сюрприз для многих, наверное, если выиграть чемпионат с первого года, хотя обольщаться не надо, надо просто работать и всё, а там посмотрим, что будет. – Главное не думать об этом, да, и просто делать то, что нужно, и всё. И делать это нормально. Делаешь нормально, будет нормально. – Спасибо, Гриша. Григорий Берлуцкий, третье место. Что-то затянулось, немного интервью, похоже, кто-то не очень хочет на подиум, но сейчас их к порядку призовёт Марк Семёнович Подольский. Ему слово. Раз aveа. Аплодисменты. Спасибо, Григорий Берлуцкий. Аплодисменты. Спасибо. Первое место в упорнейшей борьбе, наконец-то, можно сказать, занял пилот команды Подмосковья Моторспорт из подмосковного города Пушкина. А Андрей Масленников! Олег Петриков вручает ему заслуженную награду золотой кубок. Первой гонки второго этапа. Главная борьба еще впереди. Очень напряженная борьба была за вторую позицию. Три разных марки автомобилей, три разных географических точки на карте России. Орловский пилот, но выступающий за команду Подмосковья Моторспорт. Не первый раз, кстати, в этом гоночном сезоне. Владимир Черевань! Второе место! Вольксваген Пола. В этот раз боевое гоночное оружие Владимира. И руководитель СМП РСКГ сезона 2016 года. Мастер спорта международного класса Олег Петриков вручает сверкающий кубок Владимиру Череваню. Ну что ж, и очень приятно пригласить одного из лидеров этого чемпионатного сезона 2016 года. Питерского пилота команды Carville Racing Григория Бурлуцкого! И ему руководитель СМП РСКГ 2016 Олег Петриков вручает сверкающий кубок. Понятно, при таком количестве пилотов команды Подмосковья Моторспорт на этом этапе победу в этой гонке одержала команда Подмосковья Моторспорт. Олег Масленников, представитель команды, получает из рук Олега Петрикова свой сверкающий кубок. Надо было, конечно, еще Сергея Нуждина, наверное, пригласить человека, который построил эту боевую гоночную машину. Повыше все кубки, улыбки пошире. Вот это фото, это видео на память первой гонки Touring Light второго этапа гоночного сезона 2016 года. И по традиции победное сладкое шампанское. Но и тут Андрей Масленников был самый первый, самый быстрый. Да, Григорию Бурлуцкому надо еще потренироваться в откупоривании шампанского. Я думаю, это случится. Встали все вместе. Вместе с Андреем Масленниковым, Володя. Григорий, обнялись. Спасибо, спасибо огромное. Наш гоночный день продолжается завтра. И еще одни решающие старты, но и сегодня напряженная борьба ждет нас впереди. Спасибо всем, кто здесь поддерживает наших пилотов. И я думаю, никто, никто не пожалел то, что проходило сейчас на гоночной трассе, заслуживает того, чтобы попасть в летопись автомобильного спорта. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 То, что Всеволод Гаген, между прочим, который выступает за команду «Ладу Спорт». Или Гаген. Гаген, да. Возможно, да. Очень хорошо в катере.